Всем доброе утро! Жимушка покушала. Вы спрашиваете, во сколько я просыпаюсь? Вот, 10 минут седьмого я уже проснулась. Налила стакан воды. Сейчас лимончик обязательно выпиваю. С самого утра стакан воды с лимончиком. И начинаем день. Кофе, чай и вода. Так, времени зря не теряем, поэтому сразу запускаю с самого утра стирку. Я с вечера разбираю, чтобы по-быстрому утрому постирать. Доброе утро, Соня. Ты куда едешь? В садик. В садик мы собираем. Ты Хагиваги берешь с собой? И Мишку? Да. Ну давай, одевайся. И поедем уже. Отвели Сонечка в садик. У нас пошел дождь. На улице тепло, плюс 10, но идет, так вы знаете, дождь, зелень. Все зеленое, все цветет, тепло, запах прям весны. Зашли, взяли кофе. Соня в садике, Димке взяли ему справку. Мы еще дома пока. Вот. Все как бы хорошо, но надо немножко отсидеться. Да, Димусь? Ты пристегнулся? Да. Сейчас. Сегодня у нас много планов, много дел. Сейчас попьем кофе. И едем домой. Ой, какой же кайф. Приехали. Идет дождик. А мы как раз покосили газон. Все такое зелененькое. Видите, кусочек остался от бассейна другого цвета. Идет дождик. Тихо-тихо. Вообще просто погода. Просто нереальная. У нас уже все деревья цветут. Но вот наша черешня только-только вот будет. А по городу все абрикосы, все такое белое. И были ветра. Очень сильно, мне кажется, цвет, конечно, позбивало. Вот. Но черешня еще прям еще. На камере вообще не видно. Уже видно немножко зеленые листочки. Начинаются цветочки. Но еще пока нет. Девчонки, еще забрала фаберлик. Сейчас вам быстренько покажу. Как обычно, взяла два порошка. Беру либо такой, либо такой голубой. Без разницы. Хорошо. Одинаково хорошо стирают. Классные 3 килограмма. Здесь у меня получается 2 пачки. Ну, грубо говоря, как 6 килограмм. Да, концентрат. Взяла для черного. Тоже у меня закончился. Мне нравится. Очень не выстирывает вещи. Такие вот хорошие порошки. Так, дальше. Взяла вот эту вот серию мороженое для волос. Я уже брала. Мне понравилось. Есть такие вот маленькие бутылочки. Это шампунь 230 миллиграмм. А есть такие прям большие. По-моему, по 400. Тоже хороший. Взяла шампунь. Взяла маску. Бальзам. И взяла еще попробовать маску. Не знаю, еще маску не пробовала. Поэтому маску взяла. Вот. И взяла вот такой вот кремушек. Мне очень нравится. Есть с запахами. Есть просто вот такой вот универсальный. Он вообще идет и для лица, и для тела, и для рук. Но я пользуюсь для рук и для тела. Для лица не пробовала. Такой вот он маленький, удобный. Очень классно на прикроватную тумбочку поставить. Так. Дальше. Что я еще взяла? Гели для душа. Очень классные. Взяла себе второй раз попробовать. Мне очень понравился вот этот вот парфюмированный гель для душа. Я мужской всегда беру парфюмированный. Себе беру немножко другой фирмы. Но этот раз брала. Мне очень понравилось. Поэтому взяла вот такой вот он беленький. Очень вкусно пахнет. Классный. Так. Еще мужской взяла для бороды. Вот такой вот гель для умывания. Для бритья. Но вот очень хороший. Если у вас мужчина борода, то вот эта вот серия очень классная. И взяла себе вот такой вот гель для умывания. Брала лет пять назад. Пробовала. Хорошо смывала макияж. В общем, что-то я соскучилась. Увидела. Думаю, возьму. Он как раз шел по скидке. Так что возьму, попробую. Прям соскучилась. У меня заканчивается. Взяла вот такой вот. И девчонки взяла попробовать. Никогда не брала. Вот такие влажные салфетки для снятия макияжа. И они идут на основе мицеллярной воды. Не содержат спирта. Здесь всего 15 штучек. Хочу попробовать. Вообще, такое, мне кажется, классная штука. Вот если куда-то ехать, либо на море. В общем, попробую. Потом вам расскажу, как мне понравилось, не понравилось. В поездке, мне кажется, вообще очень удобно брать. В общем, расскажу вам. Ну и как обычно, взяла два дезодоранта. Мне очень нравится. Вот этот вот очень мне понравился. Алоэ вера. Защита 48 часов. Действительно классный. Приятный такой аромат. Хорошо работает. Вот этот беру постоянно. Этот тоже беру второй или третий раз. В общем, классный. И взяла себе еще помаду. Такого цвета. В общем, тоже покажу. Она увлажняющая. Вроде как блеск для губ идет. И тут на таком вот магнитике. В общем, тоже вам расскажу. Два каталога было. И мне, кстати, видела, девчонки заказывают очень много белья. Я, если честно, ни разу не заказывала белье. Здесь есть и купальники. Разное-разное белье. Напишите, кстати, кто пользовался. Тут разные и размеры, и на любую фигуру. В общем, и вот такие вот есть бесшовные. В общем, девчонки тоже хочу полистать. У меня Соня любит такое листать. В общем, хочу полистать. Тут красивое белье. Вот. В общем, вот такой вот небольшой у меня заказ. И, кстати, хотела вам сказать, что вот по скидке, так как я консультант, мне вышло со скидкой почти 700 рублей. Представляете? Так что очень выгодно. Обязательно заходите, смотрите по ссылочкам. Я вам все артикулы оставлю внизу в описании. Ребенок? Да. Кто играет? Я. Ты играет? Ты, ребенок, тоже играешь? Рубятся с папой вдвоем. Нет, я один. Дима, мы кушаем и сейчас выезжаем. Да? Да. Разогревать тебе еду? Пюре. А может, ты будешь пюрешку? А можно пюре с рулетиком? Да. Все, я грею. Давай, доигрывай. Собираемся. Так, мы приехали в нашу любимую стоматологию, да? Доделывать зубки. Последний у нас зуб. Удалять. Да, надо удалить. И все. Так что, кто не проверяет свои зубы, обязательно занимайтесь. Не запускайте. Да, Димусь? Даже дети. Зубы лечат. Мы удалили зуб. Приехали сейчас домой. Взяли тортик. Мы еще заели, поели. Сейчас еще взяли подсластить душеньку, да? Сонь, привет. Я тут рожку. Взяли Наполеон домашний. И взяли каркаде. Я один раз, по-моему, пила или два раза каркаде вообще за всю жизнь. И тут, в общем, пару дней подряд мы покупаем каркаде уже готовый. Мне что-то так захотелось, поэтому взяли. Сейчас попробую. Вообще, в кафе очень вкусно. Как дома получится, не знаю. Делается две чайные ложки, залить литром кипятка, настоять здесь 15 минут. В общем, попробуем. Вот такой вот чай. И сейчас будем есть Наполеон. Ну что ты, малыш, как дела? Я могу отрывать глаз. От Наполеона? Да. Да? Как ты себя чувствуешь после удаления? Быстро сделали? Расскажи, укол было больно делать? У меня вода. Да. Ну, обезболили, сделали уколчик. А когда зуб вытаскивали? На низ сначала потрогали, потом я услышал хруст и был конец. Да, быстро удалили. Хорошо, потому что у нас лезет уже новый зуб. И этот нужно было удалить. Мишеля пришла с игрушкой, соскучилась. Мы катались целый день, вы не поверите, мы так устали. В общем, ладно, сейчас я воду набираю, фильтр и будем заваривать каркады. Кто там проверяет сумки? Мы заехали, девчонки, это просто какой-то кошмар. Заехали мы, Димке, купили курточку. Я искала вот такую, это самая обычная курточка, которую мы покупаем каждый год. В общем, вот такая вот. Это не зимняя, весенняя курточка, легенькая. Тут она с карманчиками. Ну, вот обычная, самая обычная курточка. Мы, наверное, месяц искали. Мы не могли нигде найти. Представляете, вообще нигде. Мы облазили все магазины. На Валборис тоже не смогла найти, потому что там то размеры, то зимние. В общем, знаете, хотелось потрогать. Купили, в общем, зашли в Таранову. Последний размер. В общем, взяли вот такую. Она вообще темно-синяя, на камере почему-то кажется голубая. В общем, взяли вот такую вот курточку. И то размер чуть-чуть побольше, чем он носит, потому что не было. Представляете, вымучились. Я вам уже рассказала, терпеть не могу ходить по магазинам. Я не знаю, как девчонки выбирают себе вещи. Для меня это самый ужас. В Таранове, кстати, очень хорошие скидки на вот такие джемпера для мальчиков. Для девочек прошлась, ничего нет. Ну, я вам говорю, для меня это, конечно, ужас ходить. А себе, девчонки, купила кроссовки. Я, кстати, покупаю кроссовки всегда на Валборис. Мне очень нравится. Зашел, посмотрел. Ой, короче, зашла себе, взяла белые кроссовки. Обычно я люблю белые кроссовки. Сезон отходил, выкинул. Ну, я так всегда говорю. В итоге я хожу несколько сезонов. И так, в общем, это Найки. Вот такие вот беленькие. Такая здесь идет небольшая платформа. Они мягкие, кожаные, нога дышит. Они очень легкие. И у меня есть кроссовки на такие черные на большой платформе. Неудобно мне за рулем, не чувствую педали. Поэтому всегда беру вот такие. И под джинсы, и под костюмы. В общем, под все такие универсальные. Гляньте, какие беленькие кроссовочки. Были такие, были еще тут другого цвета. Я взяла просто чисто беленькие. Такие два сезона. И можно... Ну, я думаю, что не дольше отходят. Так, только нужно будет перешнуровать. Насчет этих не знаю. Но, мне кажется, тоже можно. Вообще белые кроссовки всегда стираю. В машинке стиральной отлично отстирывается. Вот у меня сейчас кроссовки. Я их доносила. Их, думала, тоже купила. Кстати, на Валборис, наверное, сезона 4 назад. И думала, все, в сезон и выкину. Недорогие. В общем, у них треснула подошва. Представляете, я бы еще, мне кажется, носила. В общем, все. Но нет. Маркетплейсы, это идеально. Ходить по магазинам, это вообще не мое. Вот прям терпеть не могу. Не знаю, как вот вы, девочки. Напишите, кстати, любите вы ходить по магазинам или нет. Потому что я терпеть не могу. Ну что? Вкусно. Вкусно? А тебе, Дим? Правда вкусно? Сейчас заварим каркаде. Соня, кстати, с телефоном. Это редкое явление у нас. Да, кушай. Потому что мы ей не даем телефоны вообще. Но тут она у нас учит буквы. Поэтому, да, я вижу. Поэтому, когда она полностью становится рассказывать алфавит, она не все буквы знает. Она забывает очень многие. Но, тем не менее, мы даем ей немножко поиграть на телефоне. Минут 10-15. У Димы, Дима тоже, кстати, в телефон играет с таймером. Час? Час в день. Иногда больше, но зачастую час в день и не больше. И Соня у нас, кстати, не смотрит YouTube. Да, Соня? Да, Соня уже месяца сколько? Два-три. На тарелкой ешь, пожалуйста. Месяца два-три она не смотрит. Я смотрю YouTube, а я смотрю YouTube, смотрел сегодня. Да, ты себя... Но тоже, Дима, кстати, YouTube не смотрел, наверное, месяца два, наверное. И вот сейчас пока дома болеет. Потому что вы мне не решали, мы потом продам решили. Да. Поэтому вот так вот. И без YouTube жизнь прекрасна. Дети послушные, дети слушаются, куча свободного времени. Поэтому иногда попробуйте запретить, если дети плохо себя ведут. И вы посмотрите где-то через неделю, как поведение ребенка изменится. Так, ну что, будем пробовать готовить крокодил. А где нужно? А, вот они. Так. Что у нас на литр? Ой, слушайте, я так устала. У меня просто нет сил. Эти магазины, врачи. Так, две чайные ложки чая залить литром кипятка. Так, у меня полтора литра, поэтому три ложки чая я поставила прям в кастрюлю. И хочу прям в кастрюле заварить, если будет вкусно. Сейчас на улицу вынесу. Пахнет вкусно. Лепестки сударской розы. Наверное, еще нет человека, который не умеет. Имеет варить крокодил, либо никогда не варил, либо никогда не пил. Я же вам говорю. Вот. Это вообще, ну мне так понравился. Еще сладенький такой, знаете, прям вкусный. Девчонки, это вообще, конечно. Напишите, крокодил вы пьете? Вот такой он выглядит, как-то странно. Да ладно. Сейчас он закипит. Процедим. И будем пить. У нас сегодня такой влог, и получился лайв-влог. Снимаем все, что вижу, то и снимаем, называется. Напишите, кстати, вам нравится такой формат. Я знаю, что вы скучали, ждали видео, поэтому возвращаемся потихонечку. Снимаем. Вот такой красивенный получился. Все, сейчас выносим. Аккуратно, Дим. Сейчас вынесем на улицу, и пусть он на улице остывает. На улице, кстати, немножко похолодало, поэтому я думаю, сейчас быстренько... А, можно будет сейчас, я знаю, что сделаю. Отдельно налью в стакан. Зачем налью в стакан? Чтобы быстрее он у нас остыл. И вынесу. Смотри, я уже влезь пару. Пробуем. Добавила, получается, на полтора литра, добавила 4 ложки, и он прям заварился. Я думаю, что можно и поменьше, действительно, на литр 2 ложки. Попробуем, ладно. Потому что слишком много внимания этому каркаде. Сейчас, девчонки, пришла в ванну, хочу зажечь свечи, принять душ, прям при свечах. И мы, кстати, сюда приносим Алису. Вот, включаю музыку, и вообще просто выключаю свет. Что такое, не вижу. Выключаю свет, включаю музыку, и в горячем душе купаюсь. Такой прям релакс. Свечи потрескались. 100 лет уже этим свечам. Так, достала мицеллярку, мою любимую от Фаберлик, я вам показывала. Очень классная, экономная, хорошо смывает макияж. Я, девчонки, кстати, после болезни, у меня высохло лицо, все тело. Но температура была очень высокая, поэтому мне прям высушило. Я сейчас пользуюсь вот таким вот коллагеном обязательно утром и вечером вот им пользуюсь. Прям он хорошо, так знаете, напитывает лицо, мне нравится. И вам показывала вот такую вот масочку в Саше. Очень классная, я вот пользовалась долгое время, видите, но меня начало очень сильно сыпать. Я не знаю, то ли от этого, то ли от чего-то другого, не знаю. Прям увлажняет хорошо, но у меня прям пошли высыпания. Мне такое редко, когда бывает, а тут даже вот здесь вот под глазом было. В общем, короче, я пока приостановила и буду своими кремами пользоваться, которыми я пользуюсь постоянно. Обязательно сыворотка, тоник. У меня, кстати, еще есть вот такая вот штука классная, стартер 3 секунды, я не помню, где я заказывала. Очень хороший тоже, сразу после умывания его нужно наносить буквально в первые там несколько секунд. Еще, чтобы кожа была такая немножко влажная, очень классная. Ну и крем я уже заканчиваю, больше покупать не буду. Вот, может быть на лето как бы хорошо, вот такой вот крем. Есть лифтинг и это ультрапитательный, тоже по отзывам заказывала, прям хорошо увлажняет. Возможно, из-за того, что у меня сухая кожа, у меня увлажняет не очень хорошо. Не знаю, почему-то мне не подошел. И такой же есть лифтинг. Ну вот все, сейчас добиваю, больше покупать не буду, не хочу выбрасывать. Может и выброшу, потому что прям сказать, что, знаете, вот хочется лицо, вот как после вот этой вот ночной маски, знаете, лицо прям такое увлажненное, вы утром встаете, прям вот лицо напитано, то эти средства так не работают. Все, ладно, я буду на этом заканчивать видео. Сейчас быстренько в душ, сейчас Алису принесу. Вот, все, увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok